Пермстат вновь фиксирует сокращение объемов ввода жилья, на этот раз снижение почти на четверть. Отгрузка, несмотря на банкротство, Мотоверих отправила в войска первую партию РСЗО Торнадо-С. Присвоение более 200 миллионов рублей бывшему гендиректору Негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» предъявлено окончательное обвинение. Продолжаем следить за развитием событий в Прикамье. Я Рустам Багезов, здравствуйте. Объем введенного жилья в Прикамье за год сократился почти на четверть. Такие данные на 1 августа приводят Пермстат. За первые 7 месяцев текущего года на территории Пермского края сдано в эксплуатацию почти 4700 квартир общей площадью 325 тысяч квадратных метров. При этом с 2016 почти в полтора раза выросло число домов, введенных индивидуальными застройщиками. Общая площадь такого жилья превысила 175 тысяч квадратов. Но средняя стоимость квадратного метра в крае на начало августа составила 39,5 тысяч рублей. Участники рынка ранее отмечали РБК, что объем строительства сокращают многие застройщики. Новые объекты планируются с осторожностью после изменений в законодательстве и ужесточением политики по плотности застройки. К тому же пока не показывает резкий рост платежеспособность населения. В рамках гособоронзаказа мотоверихинские заводы отгрузили первую партию реактивной системы залпового огня. Торнадо-С об этом заявило само предприятие. Уже прошлую пятницу, 18 августа, состоялась отправка эшелона с готовой продукцией. До 2020 года Торнадо-С в рамках программы планового перевооружения реактивных артиллерийских бригад заменен системой СМЕРЧ. Об этом заявило предприятие со ссылкой на начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России Михаила Матвеевского. Модифицированная версия позволяет одновременно управлять стрельбой дивизиона, а также автоматически рассчитывать данные по цели. Это позволит значительно повысить мобильность комплекса и эффективность боевого применения. Количество отгруженной продукции и сумму контракта предприятие ожидаемо не раскрывает. Ранее РБК сообщал, что мотоверихинские заводы в августе вступили в процедуру банкротства сроком на полгода. По итогам первого полугодия убыток от продаж мотоверихинских заводов составил почти 300 миллионов рублей. Чистый убыток достиг отметки в 900 миллионов. В Пермском крае за последние три года лишь каждому десятому добросовестному заемщику отказывали в выдаче займа. Такую статистику приводит Объединенное кредитное бюро. Согласно опубликованным данным, в Прикаме 90% физлиц получают новый займ, имея хорошую кредитную историю. При этом лишь 5% вновь аккредитованных смогли получить займ с плохой кредитной историей, то есть просроченными займами свыше трех месяцев. Лидером по объему выданных кредитов лицам без серьезной просрочки является Орловская область. Там зафиксировано лишь 7% отказов, 93% напротив займы одобрены. В Кировской в долг от банков получают почти столько же. Ну а, например, в соседней Свердловской области 14% россиян получают кредит, даже если ранее не платили по нему более месяца. По мнению экспертов, если у задолженности по предыдущему займу есть логическое объяснение, и она оказалась кратковременной, банки могут пойти навстречу и вновь проградитовать клиента. Если заемщик, у которого ранее была негативная кредитная история, он исполнил все свои обязательства, и в НБКИ записи по нему совершенно позитивные стали. Кроме того, этот заемщик устроился на работу, имеет стабильный доход, то в этом случае можно говорить о теме кредитования при обращении данного заемщика. Добавим, что за 2016 год, по данным экспертов, объем просроченных кредитов в Пермском крае вырос почти в два раза, до 680 миллионов рублей. За первое полугодие 2017 года задолженность по займам снизилась примерно на 10%. Подобная тенденция будет сохраняться, считают аналитики. Бывшему гендиректору Негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» Петру Пьянкову предъявлено окончательное обвинение в присвоении растрате 220 миллионов рублей, а также легализации полученным преступным путем 150 миллионов. Кроме того, топ-менеджер фонда, как считает следствие, использовал подставных лиц при регистрации компаний. Как отмечает издание «Комсомольская правда», на допросе, начатом 16 августа, бизнесмен отрицал вину в растрате и утверждал, что проводил фиктивные сделки, чтобы не допустить отзывы лицензии. Уголовное дело в отношении Пьянкова было возбуждено 1 апреля прошлого года. Подозреваемый был помещен под домашний арест. Следствие полагает, что принадлежавшее фонду «Стратегия имущества» осенью 2015-го с помощью фиктивных сделок было безвозмездно выведено в подконтрольные пьянковые компании «Ротор» и кадровые услуги. В будущем эти активы предполагалось свернуть, сообщил Пьянков. Но в целом в прикаме от действий «Стратегии» пострадали более 70 тысяч вкладчиков. Следующий выпуск новостей на РБК Перм через час. До встречи. РБК Перм. Дело. Развитие персонала. Игрушка или необходимость. Сегодня в 19.35. РБК Перм. Дело. РБК Перм. Дело.